Книга «Открытым оком», вопрос 28, тема «Обращение ко Христу». «Возрожденный человек – это только православный или необязательно?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Как раз наоборот, православных-то возрожденных, рожденных свыше, сегодня встретить почти невозможно, ибо они верят по традиции, по бабушкиной вере, не имея личной встречи со Христом, не зная Писания. Если хотите знать, что это такое, и знать, как это происходит, слушайте проповеди Ярла Николаевича Пести. Абсолютное, подавляющее число наших батюшек и архиереев, невозрожденные, мертвые, плотские. Сними с них ряски, выгони из храма, и они растерянные и ненужные будут стоять, не зная, что дальше делать, без всякой атрибутики, наполняющей алтарь и храмы. Когда готовят разведчиков в другие страны, то после обучения они сдают экзамен. Их забрасывают в пустыню, в самой негодной одежде, без документов и без денег. Через месяц они должны добыть все и устроиться на хорошую работу в чужой стране. Двоишников ни одного. Маленький прокол их обнаружат, разоблачат и казнят. Так создается новая, совершенно независимая ячейка. Так действовали первые проповедники в апостольской церкви. Кораблекрушение, чудесное спасение, и жители острова уже склоняются перед распятым. О рождении свыше не учат ни в семинариях, ни в академиях, ни в храмах. Мертвец не может родить живого. О рождении свыше денно и нощно проповедуют у баптистов. И при том правильно. Семинаристы должны бы иметь особые уроки в программе. И чтобы ходили не менее ста академических часов на Маловузовскую 3, Москва, ВСЕХБ, учиться проповедовать. А сегодня самый распространенный анекдот. Был случай, что окончивший Московскую духовную академию остался верующим. И еще 100 часов посещения баптистов по программе, чтобы уметь показать баптистам и другим сектантам истинность православия, его красоту, спасительность, целомудрие и мужественность. И еще 100 часов посвятить на диспуты. И только после этого рукополагать. Если высоко духовная экзаменационная комиссия найдет, что кандидат действительно родился свыше, и чтобы в этой комиссии были представители и католиков, и протестантов с правом совещательного голоса, с ними вместе не молиться, чтобы не нарушить каноны, и заранее об этом предупредить без обиды. Превозношение и кичливость православных амбициозны и глупы. Если взять в сравнение православный приход в 100 человек и баптистскую общину в 100 человек в любом городе, то ни в нравственном, ни в духовном состоянии не только нельзя сравнивать, а даже и пытаться, ибо ничего, кроме срама и позора, за своих прихожан не получим. Тем более, если баптисты будут представители Совета Церквей, так называемой инициативной группы, которые во времена гонений показали образцы бескомпромиссности, исповедничества и мученичества. По духу они настоящие православные, друзья первоапостольской церкви, а по происхождению и из-за отсутствия истинного рукоположенного священства. Они суть сектанты и еретики. Субтитры создавал DimaTorzok